Пятый класс, двадцать девятая серия. Комбинаторика. На почте продаются конверты трёх видов и открытки пяти видов. Надо выбрать что-то одно – конверт или открытку. Сколько возможностей для выбора. Задачу решаем по правилу суммы. Складываем возможности. Три плюс пять – всего восемь возможностей выбрать что-то одно. Правило суммы. Если некоторый элемент А можно выбрать М способами, а элемент Б – Н способами, то либо А, либо Б – что-то одно, можно выбрать М плюс Н. А допустим, надо выбрать и конверт, и открытку. То есть надо выбрать пару. Три возможности для выбора конверта и пять возможностей для выбора открытки. Перемножая, получаем ответ пятнадцать. Пятнадцать различных пар может быть. Правило произведения. Если некоторый элемент А можно выбрать М способами, а элемент Б – Н способами, то пару А и Б можно выбрать М умножить на Н способами. Первая задача. Сколько существует четных трехзначных чисел? Давайте решим задачу по правилу произведения. Сколько возможностей для постановки первой цифры? Девять можно записать любую цифру, кроме нуля. На втором месте можно записать любую из десяти цифр. А на последнем месте в разряде единиц цифра должна быть четная, потому что четные числа. Четные цифры – это 0, 2, 4, 6 и 8. А всего их 5. Значит, 5 возможностей. Перемножая, получаем ответ. Четыреста пятьдесят четных трехзначных чисел. Всего трехзначных чисел девятьсот, половина четные, половина нечетные. Итак, четных четыреста пятьдесят. Вторая задача. Сколько различных трехзначных чисел, меньших чем четыреста, можно составить из нечетных цифр, если любая из этих цифр может быть использована только один раз в записи числа? Итак, на первом месте в разряде сотен можно записать один или три. Две возможности. Ну, допустим, мы записали цифру один. Значит, на втором и третьем месте эту цифру больше писать нельзя, потому что цифры не должны повторяться. Значит, на втором месте четыре возможности. Ну, допустим, мы выбрали цифру три. Допустим, значит, в разряде единиц может быть пять, семь или девять, то есть три возможности. Перемножая, получаем ответ. Двадцать четыре трехзначных числа. Третья задача. В кафе стоят столики на четыре и на шесть мест, а всего на тридцать мест. Сколько столиков на шесть мест может быть в кафе? Давайте обозначим число столиков на четыре места за х. Так, а на шесть мест за у. Значит, четыре умножить на х прибавить шесть умножить на у. Вот и получается тридцать мест. Так, ну, осталось решить это уравнение. Причем х и у – это числа должны быть натуральные. Так, можно разделить обе части уравнения на два, потому что 4, 6 и 30 – это числа чётные. Можно немножко упростить. Уравнение принимает вот такой вид. Так, ну, давайте решим задачу перебором. Ну, мы немножко перебор сократим, потому что можно заметить, что число 15 делится на 3, и 3у, значение вот этого произведения, тоже будет делиться на 3. Значит, и значение вот этого произведения тоже делится на 3. 2 на 3 не делится, значит, на 3 делится х. Итак, мы должны найти решение в натуральных числах. Поскольку сказано в условии, что есть столики и на 4 места, и на 6 мест, значит, мы не рассматриваем тот случай, когда столики только какого-то одного вида. Значит, мы ищем натуральные значения для х и у. Итак, х делится на 3. Давайте рассмотрим значение х равен 3. Следующее число, натуральное, делящееся на 3, это 6. Потом следом идёт 9. 9 уже не подходит, потому что 2 умножить на 9 – это 18, а здесь в сумме 15. Итак, осталось проверить вот эти два числа. Если х равен 3, давайте вот сюда вместо х подставим 3 и найдём значение для у. Здесь получится 6, значит, 3у – это 9, и у равен 3. Так, хорошо. А если х равен 6? 2х6 – это будет 12. Так, тогда у принимает значение 1. Так, вопрос задачи. Сколько столиков на 6 мест? На 6 мест может быть 3 столика, а может быть 1 столик. То есть, может 3, а может 1. Так, значит, у нас есть 1 столик. 有人 готов ли мне вам не беру 1 столик? А может, 25. Ваш день? 7.